Продолжение следует... В комментариях под видео вы стали предлагать мне все же проверить данные вот эти 4 автомата, именно как тому предполагает ГОСТ. Начну с ИЭК ВА-4729. Наведу данному автомату ток 18,2 А. Это 1,13 от номинала с учетом температурного коэффициента в данном помещении. В общем, держим автомат в течение часа. Спустя час поднимаем в течение 5 секунд плавно ток до 23,4 А и засекаем время, через сколько данный автомат сработает. Итак, поехали! Вот ток навел 18,2 А и время у нас пошло. Это у нас ИЭК. Все. Ждем ровно час, то есть 3,600 секунд. Как видите, ток у нас 18 А. И вот прошел ровно час, 3,600 секунд. Автомат у нас не отключился. Так, и все. Теперь плавно наводим ток до 23,4 А. В течение 5 секунд. Вот 23,4 А. Пошел отчет тока условного расцепления. 1,45 от номинального. Ждем. В общем, прошло уже 6,000 секунд, но это получается 2,400 от 3,600. Автомат у нас еще пока не отключился. Ждем дальше. Ну что, как видите, мы приближаемся к очень интересной отметке. Вот только что наступило время 7,200 секунд, что соответствует 2 часам. Ток соответствует 23,4 А. Но вот, к сожалению, наш автомат так и не отключился. Ну не знаю, сколько еще можно подождать. У меня так-то времени тоже нет особо сидеть. 2 часа терять на неотключившийся автомат. Ну давайте еще до 7,500 что ли подождем. И я буду отключать. Будем переходить к следующему. Ну вот, прошло уже 7,800 секунд. Это 2 часа. И фору я дал данному автомату еще 10 минут. Ну как видите, он так у нас и не отключился. Все, я его отключаю самостоятельно сам. И мы переходим к ЕКФ. Не знаю, почему не отключается. Очень сильно нагрелся автомат. Очень сильно. Ну в общем, так и запишем данное испытание. Данный автомат не прошел. Ну все, переключил я автомат ЕКФ А47-63. И время у нас пошло. Немножко скорректирую. 18,2. Очень жаль, очень жаль, что автомат А47-29 АТЭК не отработал должным образом. Посмотрим, какая ситуация будет с автоматом ЕКФ. Так, ну вот, прошло 3,600 секунд. Как видите, автомат у нас не отключен. И теперь плавно поднимаем ток до 23. Вот так примерно. Все. Смотрим, что у нас произойдет с этим автоматом. Ну вот и прошло уже 7200 секунд. 7200 секунд. И как вы видите, ситуация с автоматом ЕКФ у нас полностью аналогична автомату ЕК. Давайте, наверное, я сделаю аналогичное. То есть подожду до времени 7800. И там посмотрим, какие у нас будут при этом результаты. Ну что, вот и прошло уже 7800 секунд. Дал я автомату ЕКФ аналогичную фору. Аналогичную, как и автомату ЕКФ фору в 10 минут. Ну, как видите, автомат даже не хочет и не пытается отключиться. Очень жаль, очень жаль, что так происходит. Ну что, будем отключать его. Ну, автомат, естественно, тоже достаточно нагрелся. Ну, в общем, пока вот такая вот картина. Идем далее. Ну, теперь на очереди у нас автомат ИТОН ПЛ4. Ток 18,2. Время пошло. Ну вот и прошел час. Автомат у нас стоит включенный. В общем, добавляем ток до 23,4 А. Все, ждем. Как? И смотрим, как у нас поведет наш ИТОН. Ток составляет 23,5 А. Время продолжает идти. Как видите, ничего у нас не изменилось. Автомат у нас как был включен, так и продолжает, остается, будет включен. Кстати, автомат очень сильно нагрелся. Очень сильно нагрелся. Но, тем не менее, не отключился. Ну, давайте я его уже сам как бы отключу. Ну, и осталось проверить, как у нас в аналогичной ситуации поведет себя автомат ЧИНТ. В общем, навел также 18 А, 18,2 А. И смотрим. Ну вот, прошло 3,600 секунд. Автомат у нас включен. И плавно повышаем ток. Ну и смотрим, как поведет себя ЧИНТ. Ну, как видите, прошло уже 7,200 секунд. Автомат ЧИНТ у нас так и не отключился. Ну, аналогичным образом даю еще 10 минут. И при 7,800 секунд я отключаю этот автомат вручную, если он не соизволит отключиться. Итак, смотрим. Ну что, вот и подходит наше время. 7,800 секунд. Ток 23,6. Даже чуть больше, чем положено. Но, тем не менее, автомат ЧИНТ у нас продолжает быть включенным. То есть, он у нас не срабатывает. Причем, нагрелся очень сильно. Очень сильно нагрелся автомат. Кстати, у нас, по-моему, был лидер по нагреву при токе 1,1,13 от номинала. Ну вот, смотрите. Все, отключаю данный автомат вручную. Вот наши 4 красавца, которые при токе 1,45 от номинального не отключились. Еще раз напомню, что испытания им проводились строго по ГОСТу 50-345-2010. Данные автоматы не отключились. Очень жаль, очень печально, потому что это одни из распространенных автоматов, которые используются у нас не только в жилом секторе, но и в промышленности. Не знаю, почему так получилось, тем не менее, факт остается фактом, а калибровка ихнего теплового рассыпителя не соответствует нашему ГОСТу. Я попробую связаться с производителями данных автоматов, не зная насчет Итана. Возможно, что есть какая-то поддержка у них тоже в России. У ЕКФ и Чинт в принципе контакты найти достаточно легко. Я им отправлю данное видео, пусть они посмотрят, проанализируют, может что-то подскажут, дадут какой-то ответ, какие-то пояснения на данный факт. В общем, вопрос остается открытым. Ну и на этом соответственно видео заканчивается. Если оно кому понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами как всегда был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых